Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня видео будет очень коротким. Я просто покажу продвижение топа для малышки. Как вы видите, я его уже довязала вчера. Сразу же и постирала. Плечевые швы я еще не сделала. Жду, когда высохнет, оно еще чуть-чуть слегка влажное. На полотенце вот у меня лежит и сохнет. Значит, конечно же, отличается от того, как я планировала. В начале, что я говорила в предыдущем видео, когда я только набрала резинку и чуть-чуть провязала рисунок, я говорила, что там будут полоски по-другому располагаться. Но в процессе вязания у меня были разные мысли по поводу того, как сочетать все эти три вида, все эти три цвета. И вот так вот что получилось в результате. Значит, как вы видите, тут резинка один на один. Потом идет вот такой вот скошенный узор. Я не понимаю, почему он у меня скошенный. Хотя, вообще-то, да, я вообще-то где-то понимаю, что я не то, что ошибку сделала, он сам по себе какой-то такой рисунок, что из-за того, что накид, две петли вместе лицевой, и из-за этого скос идет именно в эту сторону, потому что в сторону этого накида. Если бы у меня было бы наоборот накиды потом, то был бы вот такой скос в правую сторону. Ну, что есть, то есть, но, в принципе, красиво смотрится. И белая, значит, полоска белая, потом пошире полоска вот розового, или, как сказать, абрикосового цвета. Потом такая тоненькая полоска в сирене, опять розовая, тоненькая полоска в размером, как и сиреневая, вот эта белая полоска. И тут я уже разделила, я вязала в круговую, на круговых спицах номер 3,5. Когда подошла к пройме, я разделила на перед и спинку, и провязала, вот, я еще ниточки не убирала, ничего, провязала спинку. Потом, когда подошла уже там, где нужно разделять плечики и горловину, я разделила на три части, неравные части, 15-15 петель здесь, а здесь, по-моему, да, 24-25 осталось. Я их закрыла и довязала плечики. Это моя спинка. Потом я довязала перед и сделала вырез чуть-чуть, где-то на сантиметр глубже, чем на спинке. И вот так вот пока выглядит этот топ. Вот. Мне, в принципе, нравится. С хлопком я работаю первый раз. И, как бы, неплохо. Сдет просто спинка и, как сказать, перед и спинка после проймы выполнены просто лицевой гладью. Чисто сиреневым цветом. Я не хотела уже сделать какие-то полоски. Думаю, что эта кокетка, она будет хорошо смотреться лицевой гладью в одном цвете. и покажу вам изнанку. Иногда показывают, иногда нет. Но я решила, что показать. Покажу. Ниточки, опять же говорю, не прятала ничего. Вот изнаночка, как выглядит этого рисунка. Даже красивее, мне кажется, чем лицо. Больше здесь вот этих дырочек видно. Вот. Вот такая вот пока вещь. Я планирую слегка обработать крючком края, значит, вот этой горловины. И, конечно же, и пройму. Потому что скручивается слегка. И надо как-то это все обработать. А еще планирую крючком постараться связать маленькие цветочки из вот этих остатков пряжи. Ну, а не остатков у меня осталось достаточно много. На юбочку даже можно. Ну, вот. Выполнить крючком пару цветочков в этих оттенках. И спереди, значит, вот спереди вот здесь вот так углом, да, уголком сделать россыпь таких цветочечков вот розовых, сиреневых и белых. И все. И будет вот законченная вещь. Теперь мне нужно выбрать, какую же я юбочку буду вязать, какой модели. И уже приступить к юбке. Я думала, что успею юбку связать до конца апреля. Но не знаю, не знаю. Уже сегодня какое число. А у меня еще только один топ готов. Юбочка, скорее всего, будет готова аж в мае месяце. Ну, посмотрим. Так что, вот такое вот коротенькое видео об одной вещи вязанной только. И если вам понравилось, ставьте лайк. Или если у вас какие-то комментарии по поводу этой вещи. Если какие-то, может быть, мысли возникли. Или еще что-то. А, еще не сказала, что как вязала вот этот узор. Точно это значит... Как я его вязала? Надо вспомнить. Лицевая, две лицевые, потом накид и две вместе лицевой. И опять две лицевые, накид, две вместе лицевой. Вот так весь. А второй ряд был просто лицевые. И опять. То есть два ряда я чередовала. И вот так получилось. Потому что, если не чередовать ряды, а только вязать все время только лишь две лицевые накид и две вместе лицевой, то получится... То получится... Вот какая-то вещь у меня, которая все стоит и стоит. Вот получится слишком такая большая сетка. Это вот здесь ошибка у меня произошла, что я по круговой должна была вязать второй ряд просто лицевыми, а потом опять ряд, где были накиды. А я все время только вязала ряд, где существуют накиды. И поэтому у меня получилось по одной и той же системе или по одной и той же схеме, но из-за моей ошибки у меня получилась вот такая вот сетчатая вещь. А должна была получиться, наверное, вот эта. Так что... Это буду перевязывать. Мне что-то оно не очень нравится. Видео будет о связанных вещах за апрель месяц и, конечно же, процессах, которые у меня на спицах. Всем хорошее настроение. Спасибо за просмотры. Пока-пока.